пока витя упражняется с тестом хочу показать вам мой каламхоя вот так он у меня красивенько зацвел здесь у меня два сорта в одном горшке сидит один вот такой красивый бордовый а второй будет желтый у него даже листочки другой другой другие по форме какие красивые резные эти круглые листья вот такие по хвостушке у меня витя там продолжает лепить формировать наша овсяная печенька всем добрый вечер сегодня мы хотим вам показать наш любимый рецепт овсяного печенья готовится но как всегда быстро просто и конечно же очень вкусно этот это печенье готовит у меня витя поэтому сегодня я буду в роли оператора и так для печенья нам понадобится овсянка перемолотая на кофемолке сахар щепотка лимонной кислоты и щепотка соды мы решили добавить немного кунжута растительное масло и яйцо и так приступаем мисочку разбиваем одно и то предварительно мы конечно же его помыли добавляем сахар перемешиваем взбивать до белых пиков или для до белой пены абсолютно не нужно мы просто его перемешиваем затем ведь а добавляет растительное масло опять слегка все перемешивает добавляем перемолотые овсяные хлопья хлопья перемалывали сейчас я вам покажу частично в муку частично попадается целыми зернышками и как правильно сказать целыми хлопьями такого среднего помола и добавляем для вкусности кунжута в это печенье можно добавлять все что угодно можно добавить изюм можно добавить орех причем орех можно добавить любой и грецкий орех можно добавить и арахис арахис можно также перемолоть кофемолке но не до муки а так чтоб кусочками было когда будет попадать на зуб будет очень вкусно да правильно можно фрукты добавить изюм мы делали так а мы еще делали с финиками обалденно получается финики резали на кусочки на небольшие кусочки и когда в духовке печенье запекалось то финики так так скарамелизовались вкусненько так щепо . этой лимонной кислоты чтобы не было плитерным печенье было такое слегка с кислинкой вещь просто буквально щепоточку соды соду просить не надо все снова все аккуратно перемешиваем тесто должно получиться такое густоватенькая не жидкая смотрите по консистенции какое должно быть тесто и корректируйте немножко сами потому что у кого-то геркулес смалывается прям совсем в муку кто-то оставляет его цельными зернышками поэтому какая должна быть консистенция сейчас мы вам покажем а там вы уже сами корректируют нужно ли добавлять геркулес или не нужно мука в этом в этот рецепт не входит муку добавлять не надо можно также добавить сюда мак тоже будет вкусно можно добавить какао порошок помощь мы добавляли до какого порошок было кстати тоже очень вкусно такой рецепт универсальный добавлять можно все что угодно самое главное что готовится очень быстро или и просто вот нереально вкусно застелили лист специальным ковриком для запекания мы его маслом не смазываем во первых у нас в тесте есть масло а во вторых этот коврик такой коврик на который не прилипает выпечка и вот так вот двумя чайными ложечками мы аккуратненько выкладываем наше тесто на лист стараемся красивенько формировать мне кажется сильно близко кладешь они у тебя сейчас расплывутся в духовке дальше надо нет нормально сказал так вот так все тесто выкладываем на лист ну вот разложили мы наше тесто форме вот таких шариков на противень на противень и сейчас мы будем отправлять все в духовку в разогретую до 180 градусов у нас духовке включен конвектор вы ориентируйтесь по своей духовке запекаться будет печенье до зарумяненной корочки конкретно сколько времени будет запекаться я под видео вам укажу все вот прямо так и хочется сверху в каждый шарик воткнуть какой-нибудь орешек но нету поэтому будем есть без орешка но с кунжутом вот такая красота у нас получилась хочу вам сказать что когда витя достал лист в духовке печеньки были мягкими я даже подумала что они сырые не пропеклись я пальцем так ткнула в одну печенюшку она прямо вот мягкая примягкая прям палец сюда провалился у меня ведь я меня отругал и сказал что они такие должны быть но я то не знаю я то видите никогда их не пекла все время он их печет вот поэтому нужно дать им немножко остыть чтоб они на листе полежали когда они остынут тогда вы можете перекладывать их на какую-то тарелочку вот я уже попробовала вы не представляете себе как это вкусно какие они хрустящие какие они нежные получились вот такие вот внутри лимонная кислота дает свою свою кислинку и они получились не приторные а прямо вот такие ну вкусненькие вообще прям вот берешь в рот и ее уже нет она прямо во рту вся рассыпается но очень вкусно даже жевать ее не надо обалденно все ставим чайник потому что уже мочи нет ждать а кстати выпекалось печенье всего 7 минут ну у нас нашей духовке 7 минут а на этом все мы как всегда желаем вам приятного чаепития и нам тоже я надеюсь это печенька вам тоже придется по вкусу кому понравилось не забывайте ставить лайки пишите комментарии кто попробует такое печенька испечь ждем отзывов вам всего доброго привет от вити жизнь хороша и жить хорошо как же сладенько можно вот так спать прямо любовался и любовался бы ими милашки симочка 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 сима тема девочка спать не телекли до спать вот так вот эти гусечки дубинки